Командую, рота вперед, я в пекле, я в сердце Донбасса, за многострадальный народ. Под душевные военные песни проходило открытие выставки репортажных фотографий по горячим следам СВО. Фоторепортер Данил Жданов побывал в опасной зоне в 2022 году. Результат поездки, снимки, каждый целая история. Этот дом наполовину разрушен, несмотря на то, что мы видим первый этаж целый. Здесь мы видим послание для ребенка. Папа, мама у меня. Стрелка и адрес. Фотоистории Данил сделал в местах боевых действий в Донецке, Мариуполе, Северодонецке и поселках Новолуганское и Верхнекаменское. Поездка в зону СВО в качестве фоторепортера – вызов, который Данил бросил самому себе. Мне хотелось всегда сделать что-то значимое и оставить, помимо следа в истории, как-то повлиять на людей. И поездка как фоторепортера на СВО – отличный для этого способ. Я поехал не совсем добровольно, то есть я не искал возможности туда поехать, но где-то я, возможно, визуализировал этот момент. И однажды мне раздался звонок, где позвонил человек и предложил поехать. Будучи студентом юридического института, Данил Жданов познакомился с фотокамерой. Попробовал, поснимал. Творческий процесс так запал в душу, что любимое хобби превратилось в дело жизни. Данил Жданов профессионально занимается фотографией уже 10 лет. Сначала в объективе были машины и техника, сегодня люди – их необычное. В силу обстоятельств – жизнь. Я бы хотел показать, ну, вещи какие-то, наверное, банальные, жести вы здесь не увидите. Хотелось показать тот мир, который находится буквально в соседнем дворе. И показать, какая обстановка там сейчас. Показать, что есть люди, показать, что есть люди, которые нуждаются в помощи. Данил Жданов признается, что если еще раз представится возможность отправиться в зону СВО в качестве фоторепортера, то он, не задумываясь, поедет. А что касается сегодняшних фотографий из горячих точек, то их однозначно стоит увидеть. Выставка репортажных фотографий по горячим следам СВО будет работать до 3 марта. Посетить экспозицию в Гмилике можно бесплатно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.